Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий Эрбалатов. 15 сентября в Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и 20-летию разгрома международных террористов в 1999 году. В мероприятии приняли участие глава Республики Дагестан Владимир Васильев, председатель Народного собрания Хизриших Саидов, депутаты Республиканского парламента, представители федеральной, республиканской, муниципальной власти, правоохранительных органов, спортивной и научной общественности, интеллигенции, а также делегации муниципалитетов. Началось мероприятие с обширной концертной программы. Затем к собравшимся обратился глава Республики Владимир Васильев. Он отметил, что разгром международных террористов стал грозным предостережением, потенциальным агрессором, показал всему миру, что мы единый российский народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы, добрососедства и взаимного понимания, и что попытки разделить нас обречены на провал и приводят к еще большему сплочению народа. Обратился к присутствующим и председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизриших Саидов. Забытия августа и сентября 1999 года, когда банды международных террористов в Торнеге и Дагестан пытались вырвать его из состава России, были переломными современной историей нашей страны. Стоял вопрос о существовании России как единого государства. Дагестанцы первыми встали на пути бандформирования. Я хорошо помню эти дни, потому что нам приходилось выезжать в эти районы, и Ботловский, и Цумадинский, и Новолагский, возить туда на вертолетах оружие. Люди всех единопорывок готовы были идти в окопы и воевать против этих бандитов. По завершении всех выступлений продолжился праздничный концерт. 17 сентября Хизриших Саидов провел рабочее совещание членами президиума и руководителями структурных подразделений аппарата Народного собрания Республики Дагестан по текущим вопросам деятельности парламента. После обсуждения хода подготовки к очередной сессии он проинформировал депутатов о совещании с состоявшимся у главы Республики Дагестан, на котором, в частности, были обсуждены вопросы освоения средств, оставшихся на сегодняшний день на счетах республиканских министерств и ведомств. Спикер парламента также обратил внимание депутатов на необходимость тесного взаимодействия со своими избирателями. Надо внимательно вникать в их вопросы и работать совместно с главами муниципалитетов для реализации насущных нужд людей, будь это ликвидация трехсменного обучения в школах, строительство детских садов, вопросы водоснабжения и другие, отметил Хизриших Саидов. Необходимо также проконтролировать подготовку проектно-сметной документации необходимых социальных объектов в городах и районах республики и учесть их при формировании бюджета на 2020 год. Хизриших Саидов поручил профильному комитету парламента по экономике, инвестициям и предпринимательству совместно с комитетом по строительству, ЖКХ, транспорту и связи проанализировать равномерность распределения финансовых средств между муниципальными образованиями, а также изучить, какие объекты капитального строительства в этом году рискуют остаться незавершенными. 19 сентября председатель народного собрания Хизриших Саидов в сопровождении вице-спикера парламента Камила Давдиева и депутатов Мурата Пайзулаева и Беарслана Изиева посетил ряд социальных объектов в городе Каспийск и в Карабадахкенском районе. В городе Каспийские депутаты вместе с главой города Магомедом Абдулаевым осмотрели ход строительства детского сада номер 25 «Джейран», рассчитанного на 280 мест. Как рассказала заведующая садиком Маминада Бакарова, старый детский сад находился в аварийном состоянии. Было принято решение его снести и построить новый. Строит объект Дагстройсервис. Строительство началось в 2018 году и близится к завершению. К зданию подвинены все необходимые коммуникации и, как заверил депутатов главный инженер организации Амар Магдиев, финансирование строительства произведено в полном объеме и к концу года объект будет сдан. Хорошо будем надеяться, что сроки сдадут с хорошим качеством. Приложим все усилия. Дети нуждаются. Очереди большие, Каспийские. Надо еще строить. Вам пожелаем успехов, когда детский сад работает. Это качество будет, дети будут довольны. Вам большое спасибо, что посетили нас и оказали нам внимание. Следующим депутаты посетили село Параулка Рабудахкенского района. Жители села много лет страдают от отсутствия питьевой воды. Принято решение о строительстве подводящего водовода к селу протяженностью 7200 метров. Строительство будет осуществляться в рамках регионального проекта «Чистая вода». Параулцы с этим сообща народным методом прокладывают подводящие трубы к своим домам. Хизар Шиксаедов побеседовал с жителями села, выслушал их пожелания и заверил, что в скором времени строительство водовода будет начато. В свою очередь заместитель главы района Ахмед Казиев, глава села Иманали Изиев и жители поблагодарили спикера парламента за внимание и заботу. В селе Гилии этого же района депутаты побывали в средней школе. Они осмотрели экспонаты музея, классы, другие помещения. В ходе встречи с учителями школы ими были высказаны предложения по совершенствованию системы оплаты в соответствии с учебным планом. 20 сентября председатель Народного собрания Хизар Шиксаедов провел совещание, посвященное вопросу кадастровой оценки земельных участков. Как отметил в своем выступлении спикер парламента, в обществе возникает социальное напряжение, связанное с резким повышением кадастровой стоимости недвижимости и земли в ряде районов, в том числе в столице республики Махачкале. Председатель Народного собрания поручил Комитету по бюджету, финансам и налогам совместно с Комитетом по экономике, инвестициям и предпринимательству в ближайшее время подготовить свои предложения по данному вопросу. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова